здравствуйте сегодня 15 марта 2022 года 20 часов 6 минут 6 минут 9 вечера я нахожусь в селе которое расположено приблизительно 60 километрах от границы с россией и около такого же расстояния от границы с белоруссией и около 50 километров от чернигово я почему вышел из дому потому что услышал в доме довольно громкие звуки от взрывов снарядов сейчас дует такой не сильный северный ветер я сейчас за домом стану для того чтобы микрофон не задувало и чтобы были меня отчетливо было слышно дом прикрывает от ветра чуть-чуть я смогу развернуть свой смартфон микрофоном сторону чернигова чтобы оттуда были слышны вот эти звуки взрывов звуки вот эти громыхающие исходят не со стороны чернигова со стороны есть такой населенный пункт мена в черниговской области похоже что стреляют из больших пушек похоже что там боевые действия происходят вот сейчас перестану говорить микрофон чувствительность у него повысится и будет хорошо слышно я помолчу некоторое время вот сейчас был слышен грохот это чернигова судя по звуку где-то километров 15-20 сторону новгород северского приблизительно так небо сейчас звездная луна процентов на 80 уже освещается солнцем почти полная луна есть сторону чернигова такая небольшая дымка на небе а в сторону границы с россией на небе чисто только звезды видны мощное такое громых они такой общение как будто бы или гаубицы срабатывают или мощные пушки я видел тут через мое село на танках на танках на платформах таких больших и сам своим ходом ехали большие гаубицы то есть огромнейшая такая пушка вот я не думаю что это танк это явно гаубица я не специалист в военных вопросах но по той информации что мне известно я могу предполагать что это именно гаубицы большого диаметра снаряды да это приблизительно километров 20 может быть даже 25 вот чернигова в сторону новгород-северского оттуда взрывы эти идут причем вот это длится уже минут пять я находился в доме думал что как обычно вечером чернигова стреливают и такая арт подготовка делается либо раки ракетами которые из установок град выпускаются но это те установки которые как катюша ковровое такое покрытие там гектарами сразу накрывает а тут сейчас слышно очень мощные такие взрывы ну это маловероятно чтобы ракеты были это явно вот то есть от от ракеты которые запускались с территории россии на чернигов я такого же такой же громкости слышал звуки и и даже погромче 500 килограммовая которая 60 километров летели от россии над моим селом еще 50 километров до чернигова на 45-50 там зависимости от того куда она там падала эта ракета крылатая а это похоже что либо очень большие пушки или или гаубицы если такими снарядами стрелять то повреждение конечно получается очень жуткие то есть это таким большим калибром с таким громыханием можно довольно далеко стрелять и сейчас тактика российских войск она заключается не в ближних боях как в начале это было а путем бомбардировки городов украинских даже с таким раскатом то есть звук приходит мощная потом как бы даже эхо такое от него то есть ковровые бомбардировки да ну чуть ли там батарея наверное стоит и стреляет или из нескольких пушек или вот эти гаубицы стоят нам в ряд или там группы расположены и идет обстрел это вот судя по звуку это все дня в такой есть населенный пункт это от городни через седнев и на чернигов дорога идет вот и это левее я сейчас стою лицом к чернигову левее сторону но город северского туда вот на мену оттуда исходят звуки на мощные очень громкие с такими раскатами но это наверное долго будут стрелять то есть там идет дальняя так понимаю бомбардировка обстрел чернигова мне так кажется потому что там крупных сел таких населенных пунктов по этой дороге который на новгород северский идет нет там небольшие по размеру населенные пункты села тысяч там но может быть по 10 там по 15 максимум вот то есть их так обстреливать бомбить особо нет смысла а это вот с дальнего расстояния по чернигову наверное обстрел идет а может быть и нет может быть я ошибаюсь но в общем война никак не прекращается и несмотря на то что российские войска свой близ крик проиграли и за день украину захватить не удалось как они думали как они крым прихватили 2014 году все это у них разрушилась украина героически сопротивляется этим фашистским рашистским этим захватчиком и все планы путина этого карлика паскудного бункерной крысы который в уральских горах прячется ядерном бомбоубежище на километровой глубине все это у них провалилась и они избрали тактику такую что грабят украинские магазины на территории украины продуктовые грабят людей и запускают ракеты бомбят самолетов то есть ближний бой избегают потому что обсираются не способны противостоять ближним боев украинской и украинским вооруженным силам и отрядом территориальной обороны вот я вижу даже вспышки уже пошли уже в небо освещается то есть там такая легкая дымка на небе да это значит седьмой километр это послеседнего поворот на дачные поселок дачный поселок там поворот на чернигов это где-то километров еще пять-семь левее туда в сторону новгород северского надо по карте посмотреть какой там населенный пункт но там села находится вполне возможно что с такого расстояния стреляет по чернигову хотя взрывы снарядов со стороны чернигова тоже должны быть слышны но если это саря заряд такой который не разрывается как ракета вот эта крылатая то там только местные локальные будут шум и от того что снаряд упал и дом повредил но это если по черниговой же стрельба а вот взрыв момент запуска этого снаряда ну когда его там или из танка выпускает или из пушки или из гаубицы вот этот вот шум он слышно сейчас я тут чуть по-другому попытаюсь стать для того чтобы виднее мне было тут ветер задувает поддуваете я сориентирую микрофон таким образом чтобы ветер не задувал и хорошо было видно видны вспышки в небо идут освещается вот это вот дымка на небе есть легкий ветерок такой северный и чуть-чуть может быть даже микрофон будет задувать я сейчас смартфон держу микрофоном от себя в сторону звука поэтому мой голос может быть не очень хорошо слышен но я думаю что слышно будет потому что я разговариваю но не не очень громко но так умеренно должно быть слышно но звуки вот эти от стрельбы они тоже должны быть слышны громыхает хорошо то есть мощными снарядами такими стрельба идет тут коты мои соседские коты друг с другом отношении выясняют луна хорошо светит отражает солнечный свет и все село сейчас выключенным светом мы люди завешивают одеялами окна изнутри или снаружи кто как вот я окна не завешиваю но у меня там слабенький такой светодиодный светильничек который мне дает необходимый свет в доме вот и я лампочку светодиодную такую яркую не включаю вот все таки лучше чтобы не светился вечерами ночью дом изнутри чтобы не привлекать внимание этих пьяных россиянских этих вояк сраных потому что они бесчинствуют и я сегодня ходил по селу много снимков сделал того что они тут натворили и заборы людям позбивали так танком управляли что танк метров на четыре на пять с дороги съехал и ехал вдоль дороги и сбивал заборы в двух дворах и бетонные и металлические заборы по сбивала столбы железная там но я вас видеоряд добавлю к этому сообщению и там будет видно что тут они натворили да похоже это с дальнего расстояния вот с этого километров 15 и чернигово но приблизительно 15-20 может быть так вот идет обстрел чернигова но а если гаубица стреляет то там у нее дальность полета снарядов я думаю километров ну до 40 может быть может быть я ошибаюсь но я предполагаю что так а 40 километров это весь чернигов можно накрыть или 30 километров я сейчас стою возле дома у меня тут за спиной счетчик электрический находится и слышно как он щелкает может быть даже на записи это и будет слышно как щелкает счетчик лес чуть-чуть шумит от ветра собаки по селу гавкают да это громыхать будет долго это серьезно они сегодня подготовились такими мощными снарядами обстреливать но это явно по чернигово идет стрельба вот паскуды никак не угомоняться с этой войной сегодня днем ходил центр села в магазин хотел купить хлеб ну и зашел еще здесь такая столовая есть колхозная там маленькая пекарня находится 90 буханок хлеба в день выпекает я там буханочку хлеба купил несколько скотами хватило этого хлеба и я почти полностью всю буханку им отдал покормил их вот растительное масло добавил воды она там размокла размякла вот и они с удовольствием съели потому что сидеть на одной картошке они уже тоже не могут и я и сало добавляют туда они вначале картошку с салом с удовольствием ели а сейчас она им уже эта картошка надоела уже не хотят и как говорится носом воротят вот но я не могу им там рыбу мясо покупать потому что привоза продуктов нет в село сейчас тут только на картосельных запасах сидим вот ну слава богу что хоть это есть да я вижу же там и и ракета крылатая в сторону черниговой летят вот я сейчас увидел да идет обстрел чернигова да да обстрел чернигова идет вот одну одну ракету в этом самом воздухе сбили то есть противо воздушная оборона чернигова сработала и навстречу этой ракете вылетела перехватывающая ракета со стороны чернигова и в воздухе взрыв произошел вспышка такая яркая света но на высоте значит но около километра может быть меньше может быть больше я сейчас не могу точно сказать как как точно сказать какая высота но до километра высота наверное была яркая вспышка света как звездочка значит вспыхнула и погасла то есть идет перехват со стороны чернигова чтобы не долетали до целей на черниговскую территорию на территории города чернигов эти снаряды и чтобы не приносили они разрушения к сожалению нет у нас такой техники которая как советское время того было которое москву полностью закрылок и и полностью закрыт был советское время вот этой технику сожалению она со временем арама морально устарела и пришла в неводность и так далее и тому подобное если бы сейчас вот эти все снаряды которые со стороны россии летят если бы они сбивались в воздухе на дальних расстояниях от городов которые бомбятся и житомир и ивано-франковск и харьков и чернигов и киев и херсон и суммы и полтава и винница в общем многие города по украине обстреливаются крылатыми ракетами и самолетами которые вертолетами боевыми но вертолеты боевые далеко не залетает они скажем тут в чернигов летают и бомбят вот но белорусские вертолеты которые летали они тут несколько дней назад на целом кружили сжигали топлива кругами тут летали над полями и в сторону чернигова не летели вот а самолеты российские которые белорусских и российских аэродромов взлетают они летят довольно далеко сегодня кстати несколько раз на целом Тут самолет пролетал боевой Это в то время, когда Жарко было, светило солнце Градусов 8 температура была Я возвращался домой уже С центра села Вот от магазина того, где Я предполагал хлеб купить Но сегодня хлеб не привезли, завтра привезут Вот и Пролетали Два раза самолеты Реактивные такие истребители На небольшой высоте Не над моим селом А над соседним селом В сторону Чернигово Так, сейчас я вспышку увидел Да, это километров Где-то 15 приблизительно От Чернигово Это со стороны Новгород-Северского Вот эта дорога, которая идет С Новгород-Северского до Чернигово Через село Новоселовка То есть не Новоселовка А Киселевка Вот там Этот самый КП Гаишное Находится при въезде в Чернигов Там такая высокая гористая местность Но Чернигов, как и Киев Находится не на равнине А на такой гористой местности Ну, в зависимости от того С какой стороны Чернигово подходить Есть и места такие равнинные Вот, а вот это село, которое Какой мощный взрыв произошел Это дальше чуть-чуть находится Туда в сторону В сторону Новгород-Северского Где-то километров с 20 Выстрел произошел Может быть даже больше, чем 20 километров Вот это село Киенко, которое на Западе Чернигово находится На юго-западе Чернигово Его российские войска Как мне рассказали Почти полностью разрушили Я был несколько раз в этом селе Ездил туда У одного фермера местного Картошку сортовую покупал Четыре поездки у меня было Вот И я на велосипеде По 75 килограммов Картошки Вез в велосипедном прицепе И расстояние Приблизительно 135 километров Была такая вот поездка туда-обратно Вот посчитайте 135 умножить на 4 Половину расстояния еду просто Без груза А половину расстояния Из этих 135 километров С грузом 75 килограммов картошки В прицепе Прицеп рассчитан на вес 70 килограммов Но я больше в него загружал Вот Было даже такое Что я на этом прицепе Улей привез Большой такой высокий Он выше моего роста Общим весом 135 килограммов Я удивляюсь Как не сломался этот прицеп Потому что я его почти В два раза перегрузил И расстояние было Значит на эту поездку Больше 130 километров Туда-обратно Так что дедуля В 56 лет Еще может дать жару Благодаря тому Что и пчеловодством занимается И На велосипеде Тут больше 14 тысяч километров Намотал Причем не просто катаясь А перевезя Довольно серьезные грузы Ну вот один из серьезных грузов Это я Из Репкинского района Воз притащил Велосипедом То есть Как лошадь Велосипед запряг В повозку Воз такой Он больше 220 килограммов Весит И я его 45 километров Тащил На одной передаче Тащил его Своими ногами То есть Крутил педали Сидел в седле И вез Встречные водители Когда меня видели Улыбались В такой улыбке Как будто Как будто Чудо-юду увидели Невиданное Конечно Со стороны Это довольно смешно было Но Сейчас я с улыбкой Это вспоминаю У меня видео есть На канале об этом За прошлый год Можно посмотреть 45 километров Буксировка Воза называется Насколько я помню Так называется Видео Да Это надолго Будет стрельба Это идти Они там Окопались Этими Танками Мощными Или гаубицами Далековато От Чернигова И стреляют По Чернигову Это Завтра Утром Или сегодня Ночью Будет сообщение Украинского Радио О том Какие там Разрушения В Чернигове Происходят И Кстати Сейчас В доме Когда я Радио Слушал Передавали Воздушную Тревогу От Черниговской Обл Госадминистрации И вот Эта Воздушная Тревога Да Сейчас я вижу Вспышки Эта Вспышка Сейчас Произошла Где-то Километров 15 Чернигова В сторону Новгород-Северского Но Они Не на дороге Могут стоять Они могут стоять В селах Которые возле Дороги Этой Находятся Я не могу Отсюда Точно Определить Какая Точка Но Так Направление Я Определяю С достаточной Точностью Вспышки Эта крыса Которая Всяческую Помощь Чтобы Выстояли В этой Неравной Войне Победили Этих Рашистов Паскудных Эту Рашку Сраную Вышли Победителями С минимальными Потерями И чтобы Как можно Быстрее Эта Паскудная Война Закончилась Потому что Люди В жизни Не Могают От Всего Этого Ужаса От Этого Безумия От Этой Паскудной Мерзкой Гадской Войны Абсолютно Никому Не нужно Ни российскому Народу Ни украинскому Народу Это нужно Только этому Долбанутому На голову Шизофренику Психопату Параноику И КГБшному Окурку Невменяемому Российские Олигархи Назначайте Побольше Материальное Вознаграждение Вы и так Миллиарды Теряете Назначьте По 100 миллионов Долларов Каждому Кто Грохнет Эту Крысу Мерзкую Шушеру Или там Замуруйте его В этом ядерном Бомбоубежище В Уральских Горах Отрежьте все Каналы связи Чтобы оно там И сдохло И задохнулось Там Отключите Вентиляцию И пусть она там Сдохнет В страшных муках Замурованная Чтобы она Оттуда не вылезла Никогда Живым Чтобы оно там Замурованное И осталось Назначьте По 100 миллионов Долларов Премию Сбросьте с деньгами Потому что вы теряете От этой войны Гораздо больше Вы миллиарды теряете Вон Усманов 600 миллионов долларов Яхта Самая большая В мире Она конфискована Она конфискована 600 миллионов долларов Усманов Потратил На Океанскую Яхту Вот И Эта яхта У него конфискована Ну естественно Что и другие Олигархи Российские Там Абрамовичи Там И всякие Прочие Там Яхта у них Поменьше Но там тоже Там 300 миллионов Там 200 миллионов Назначьте премию Огромную Чтобы Тех Кто находится Рядом С этим Карликом Шандарахнули По макушке Табакеркой Или Пулю в спину Или в затылок И все Или просто руками Чтобы задушили Эту паскуду Я думаю Что если там Человек 10 Из охраны По 10 миллионов Получит Долларов За то Что они там В десятером Этого карлика Задушат В этом бункере То они будут Счастливы Всю жизнь И они Столько денег Никогда в жизни Не заработают И за И за 30 жизней Столько И за 50 жизней Столько не заработают Я не думаю Что им там Карлик Пу платит По миллиону Долларов В год За то Что они его Охраняют Сбросьтесь Там на 100 миллионов Или на 200 Миллионов Долларов И Кончите Эту паскуду Мерзкую Мразь Эту Дрянету Ничтожество Этого Русского Фашиста Самого главного Чтобы оно Падло Сдохло Уже Спасибо огромное Защитникам Украины Что вы Защищаете Родину Нашу Украину Здоровья вам Благополучия 100 лет вам Жизни Берегите себя Удачи вам Всего хорошего До свидания И до следующих Выпусков Моих сообщений Редактор субтитров